С 16 по 19 октября 1813 года Решающую роль в победе сыграли действия русских войск, на которые легла основная тяжесть сражения. Русскому человеку близка молитвенная память, и поэтому заботами Церкви и Отечества, пожертвованиями России и Германии в честь павших сынов, был воздвигнут Свято-Алексеевский храм-памятник русской славы. Наш храм-памятник уникален тем, что он построен именно как воинский храм-памятник. Справа и слева здесь располагаются доски полков, имена павших воинов. Вы видите символику нашу государственную буквально на каждом месте. И это означает то, что это храм воинской памяти и воинской славы. Второе, выразившееся в истории храма его черта, это то, что храм стал действительно культурным объектом или достопримечательностью города Лейбцига. Храм изначально задумывался так, то есть не просто как культовое здание, но как памятник, который будут посещать люди и любоваться им внутри. Поэтому художник и архитектор снаружи и внутри храм необычайно украсил. Каменные всякого рода украшения, мозаичные. Здесь внутри великолепный иконостас, который подарили храму донские казаки. И отдельные вещи, например, паникодила или другие крупные и менее большие, может быть, предметы, убранства, сделаны именно руками русских мастеров, подарены и куплены, если бы так можно было сказать, для этого храма памятника русскими людьми. И поэтому этот храм так нам дорог, потому что он хранит память об усердии русского человека. И о его памяти, о своих предках, об их истории, подвиге. В октябре 2013 года в Лейпциге прошли торжества, посвященные 200-летию битвы народов и 100-летию со дня освящения Свято-Алексеевского храма памятника. Когда-то битва за независимость и свободу объединила разные народы, а сегодня православный храм соединяет людей, нации и государства. Вспоминаются слова, произнесенные в 30-е годы XX века митрополитом Евлогием. Мне хочется сегодня горячо молиться о том, чтобы здесь неугасимо теплилась православная молитва, и чтобы при дружной совместной работе русских и немцев неизыблемо стоял этот прекрасный храм, как живой и наглядный свидетель объединения народов, чтобы он не переставал творить великое дело Христова, являя миру образ не битвы народов, а братства. Здесь очень много русских погибло. Этим подвигом Европа освободилась от возможной диктатуры одной нации или одного человека. И поэтому мы считаем, что это место, которое особенно важно для памяти о том, что мы едины по вере, и неважно, к какому народу мы принадлежим, что мы в Боге едины. Один из наиболее ярких и самоотверженных подвигов служения своему Отечеству – отдать жизнь за Родину. Христианин-воин, защитник родной земли и ее святынь, исполняет заповедь Христову – «Нет больше той любви, если кто душу свою положит за друзей своих». В молитвенной памяти о сынах России, сложивших головы за Отечество, сохраняется немеркнущая слава их подвига. Эта битва для нас – это радостное событие, поскольку наша страна была действительно освобождена от разорителя, от человека, который хотел нас, если бы так можно было сказать, в порошок стереть. Это было огромное страдание, это были огромные человеческие жертвы, разрушение, пожар. Для немцев упоминание о битве народов имеет, или для французов, довольно неоднозначное значение. Но нас объединяет то, что многие люди понимают и на Западе, не только в одной России, что диктаторы всякого рода идеологии, которые обещают нам рай на земле построить, обещают нам создать здесь на земле некое благополучие для отдельных народов или отдельных персон. Все это обманчиво, и по этой причине и с немцами, и с французами. Где-то мы вот в этом едины. Это воинский символ, символ очень такой важный, памятный для нашей страны. Все-таки 22 тысячи русских воинов сложили свои головы на этих полях. И, конечно, не стоит никакой мере этого забывать, мы обязаны об этом помнить. Мы возвращаемся к своим корням, мы возвращаемся к памяти о своих предках. И это может быть не только через какие-то государственные такие серьезные ретроспективы. Очень важно, чтобы это находило оклик в душе конкретных людей. Поэтому, конечно, судьбы человеческие зачастую могут рассказать гораздо больше о эпохе, чем какие-то такие официальные рапорты, документы. Ведь на самом деле все равно надо главное, это, в общем-то, такая основа современной историографии, в том числе и военной историографии, видеть за стрелками на карте человеческие судьбы, лица людей. В 10 часов утра 16 октября 1813 года на широкой равнине у города Лейпцига канонадой союзных батарей и наступлением союзных войск началась битва народов. Наш храм-памятник, он как раз находится на том месте или на том пути, по которому шли русские войска, освобождая город Лейпциг. То есть мы находимся вот здесь, где, собственно говоря, проходили основные бои. В России погибло 22 605 человек. Такова доля или жертва нашего участия в битве народов и в освобождении Германии от Наполеона. А участвовало еще больше 127 тысяч солдат, русских офицеров, казаков. На всей территории Германии за весь 13-й год погибло около 50 тысяч наших воинов. То есть эта земля действительно щедро полита кровью русского солдата за освобождение от тирании Наполеона. В крипте Свято-Алексеевского храма покоятся останки российских солдат и офицеров, погибших в битве народов. Над могилами устроен небольшой иконостас с иконой Воскресения Христова, а по бокам – знамена и портреты героев битвы и императора Александра I. 16 октября 1913 года, спустя сто лет после битвы, с воинскими почестями в этом святом месте были перезахоронены останки русских воинов. На стенах и столбах Нижней галереи установлены 20 каменных досок с именами погибших офицеров и числом убитых солдат. Состояние такого волнения, состояние ощущения истории, истории живой. Здесь мы стоим сейчас у стен храма памятника, который был открыт 100 лет назад. И каждый раз тебя пронзает вот это чувство, ощущение действительно истории, что мы не сегодня, мы как бы живем своими проблемами, но были проблемы до нас, были люди, были события, и вот эта цепочка истории движется, и мы действительно в ней участвуем. Свято-Алексеевский храм построен по проекту петербургского архитектора, академика Владимира Александровича Покровского. Высокий, 65-метровый храм по своему шатровому стилю напоминает Вознесенский храм в селе Коломенское. Внутри высота верхнего храма составляет 35 метров, он рассчитан на 200 человек. Внутреннее убранство храма, как и его внешний облик, до самых мельчайших деталей соответствует стилю русского храма середины 17 века. Особое внимание привлекает семиярусный иконостас из темного дуба работы Емельянова. Этот памятник находится в середине города. Он сочетает в себе как духовную, культурную, военную и уже дипломатическую славу. И этот памятник становится центром российской культуры в городе Лепсика, которая будет объединять наших соотечественников, привлекать свои истории к российско-немецким отношениям. И я думаю, что и в дальнейшем он будет символизировать дружбу между Россией и Германией. Минули торжества, и храм вновь погрузился в атмосферу молитвенной, размеренной приходской жизни. Идут своим чередом службы, приход живет, помогая ближним и нуждающимся. Храм-памятник объединяет в братстве о Христе все больше и больше прихожан. Которые с радостью нашли в этом святом месте духовное утешение и не представляют своей жизни без этого храма. Здесь наша миссия проповедовать о Христе, чтобы возобновлять веру в нас, то есть в тех, кто приходит. К сожалению, очень часто ведь как бывает, человек-то крещен. Человек-то с детства, что называется, вроде бы в церкви. Но на самом деле приобретает он веру в какой-то момент жизни, к сожалению. Некоторые наши прихожане именно здесь, будучи уже в Германии, пришли к Богу. Поэтому как миссия наша, это, я думаю, что она действительно есть вот в этом смысле. Мы не можем похвастаться богослужениями, в которых участвуют сотни людей. Мы не можем похвастаться большим количеством крещений. Более того, можно иногда даже видеть, что человек, какое-то время ходивший в церковь, как у нас говорят в народе, через какое-то время перестал ее посещать и перестал быть нашим прихожанином. Поэтому наша задача здесь, в Германии, заключается просто в том, чтобы людей соединить с Господом настолько, насколько это нам возможно. Это наша миссия. Субтитры создавал DimaTorzok